Самая нужная вещь, дальше накладки на соски. Теперь о самом бесполезном, что мне кажется. Они постоянно как будто чуть-чуть мокрые. Лично мне неудобно. Всем огромнейший привет! В этом видео я хочу вместе с вами распаковать нашу подарочную коробку от Собянина, которая досталась нашему малышу. Ее получают все, все, все детки, рожденные в Москве. Раньше было так, что только если у родителей есть московская прописка, вы могли получить эту коробку. Сейчас с какого-то времени правила изменились. И буквально один влог назад я показывала полный перечень лиц, имеющих право на получение этой большущей коробки. И что надо сделать для того, чтобы получить подарок. Можете посмотреть мой влог «Выписка из роддома». Там этот документ у нас висел на стене в роддоме. Я его запечатлила. Сразу скажу, что кое-какие вещички у нас уже активно юзаются. Мне стоило немалых усилий повспоминать, что же здесь было изначально. И я еще хочу остановиться на каких-то бесполезных штуках, которые смело, мне кажется, можно сюда не вкладывать. И наоборот, то, что можно было сюда добавить, и оно бы было очень в тему, вместо кое-какого барахлишка, которое здесь все-таки встречается. На самом деле, мне кажется, я как-то выгляжу не очень в тему для детско-сисечно-пеленочного мангузнических тем. Да-да-да, красная помада. Но я такая, когда собиралась, думаю, блин, ну не могу же я не накрасить глаза. Накрасила глаза, ну не могу же я не накрасить губы. Потом, ну не могу же я в пижаме, надо надеть платье. Надела платье, ну не могу же я не надеть аксессуар. Ну не могу же я здесь сделать. И, короче, вот это поехала, потом смотрю на себя, думаю, как-то прям жалко дома оставаться. Ну да ладно. Значит, первое, что здесь есть, это вот такой вот матрасик с простынкой, которая натягивается. Классная вещь, он идеально по размерам подходит для коробки. То есть, теоретически можно эту коробку использовать в качестве даже кроватки на первое время. То есть, укладывать на дно. Он довольно мягкий, такой, конечно, не ортопедический, там кокосовый трехслойный, но очень даже неплохой. Также были пеленки. Так как мы уже их погладили, постирали и активно ими пользуемся, то, в общем, покажу вам в таком нераспаковочном варианте. Несколько были байковых или фетровых, в общем, они флисовых. Это хлопок с небольшим начосиком. Они довольно теплые, очень хорошенькая вещь. Какая-то тонкая пеленка, она очень легко в складке собирается под ребенком и мешает ему. А вот эта она плотная, в общем, так самодостаточно лежит. Малыш вертится, ничего ему никуда не впивается. Собственно, вот эти вот тонкие пеленки, видите, они такие полупрозрачные, как марлечка. Мне они нравятся меньше, но, допустим, если малыш родился летом, наверное, это более юзабельные такие варианты. Такой вот тепленький комбинезончик, плюшевый, внутри хлопковый, то есть такой мягенький, внизу с носочками, вверху с капюшоном. И размер примерно где-то 62. Знаете, что порадовало, что здесь не вся одежда исключительно для супермладенцев, то есть там 50-56, то, что вам пригодится в первые, не знаю, 3 недели, да, потом ребенок вырастает, и все, ляу-лю, покупайте все заново. А тут именно растянуты размеры. Хлопковый комбинезончик тоже с ножками. Приятная расцветка, а не пестрая вырвы глаза, плюс она универсальная, то есть подойдет отлично и мальчику, и девочке. И дальше целая стопка уже раздельных вещей, то есть отдельно штанишки, отдельно кофточки. Если честно, я такое, ну, лично мне неудобно. Мне кажется, удобнее, чем комбинезон, вообще ничего не бывает. Здесь отдельно идут и вот такие вот бодики с длинным рукавом, с коротеньким рукавом. Получается 5 разных бодиков, трое штанишек и два комбинезона. Из теплого вот такой комбинезон-конвертик 74-го размера. Он утепленный, внутри прям очень теплая, по-моему, шерстяная такая подстежка, которая на кнопках, ее можно отстегнуть. Знаете, я сначала думала, что за гигантский размер, потом думала, что все-таки большой, не маленький, то есть малыша теоретически сюда впихнуть можно, даже когда вот эта нижняя часть будет болтаться. Видите, боковые части на отдельных молниях. То есть, в принципе, сделан довольно неплохо. Опять же, универсальная такая молочная рассветка. И в комбинезончику были вот такие вот утепленные ботиночки. Самая нужная вещь, которая была в наборе, это вот эта штука. Тара-там! Не догадайтесь, не за что это электронный термометр. На самом деле, у ребенка мерить температуру – это вообще огромная проблема. И куча электронных термометров, которые даже продаются в апсеке, они отстойные, потому что они мерят температуру с погрешностью плюс-минус 2 градуса, типа того. То есть, будешь мерить одному человеку 3 раза, 3 раза, разный результат, начинает недостатка температуры и заканчивая тем, что ему там срочно надо ее сбивать. Вот это очень точная вещь. Во всяком случае, ну вот мы сколько и пользуемся, да, она всегда выдает идентичные результаты. Она меряет температуру за секунду буквально. Здесь два варианта. Это для лба. То есть, вот мы ее включили, прижали ко лбу и нажали измерение. И, кстати, в разных частях лба температура тоже разная. Сейчас вот 35,6, не знаю, это температура самого человека, скажите. Написано тут, что все норм, то есть появляется смайлик, типа пора вам в больничку или вы еще поживете. И вариант для измерения в ухе. Вот так снимается колпачок, то же самое можно сделать. Причем для каждого места своя норма есть. Также вот такой градусник уточка. Набор из четырех средств для ухода за кожей. Гель для душа, детский гель для купания, шампунь, присыпка. В принципе, тоже все нужно. Если мне кажется, что какой-то детский шампунь или гель для купания суховат, я его использую для стирки детских вещей. Ватные диски для детской гигиены. И больше всего они уходят, когда ребенок маленький, протирать ему лицо. Потому что любая мочалка, она смотрится гигантской, да, и просто его напугает. А ватным диском очень удобненько. Ну, грызунки это тоже прорезыватели, да. Их можно класть в холодильник. И когда у ребенка болят десны, чешутся, да, ему все время хочется что-то погрызть. Вот, но очень спасает. Безопасные ножнички со скругленными краями. Если честно, мне очень неудобно пользоваться. Потому что у них очень широкое вот это полотно стали. И когда малыш маленький, у него очень тонкие ноготки, пальчики вот такие. Соответственно, вот такими секаторами там не подлезешь. Будь оно сто раз безопасно, я подстригаю обычными маникюрными ножничками. Просто с ювелирно тоненькими вот этими стальными палочками. И только ими получается подлезть под ноготок и что-то адекватно обрезать. Комплект для купания новорожденного еще, кстати, не доставали. О, классно. Это, видите, с капюшончиком. То есть набросить на голову и тут же и малыша вытереть. Такая бутылочка пижин. Написано, что это как раз для младенцев. И что можно совмещать с грудным скармливанием. И для младенцев у нее очень-очень маленький поток подачи жидкости. Соответственно, прям нужно ребенку очень трудиться, чтобы поесть. И нет вот этого эффекта расслабления, когда из бутылки само течет. Он такой думает, нафиг у нее потом грудь, да. Потому что, мне кажется, с бутылкой даже сложнее, чем из груди есть. Вот именно с этой. Ушные палочки с ограничителями. Но тоже, мне кажется, не очень удобно. Во-первых, у них вот эти наконечники довольно широкие. Обычно, мне кажется, удобнее. Если у вас нет критической ошибки масштабности, и вы не славитесь тем, что путаете одно отверстие с другим, вы можете там в нос вставить палочку, так как будто это совсем другое место, то в целом, мне кажется, можно обойтись без вот этих вот набалдашников шариков. Потому что оно объективно, а не какие-то толстенные. Влажные салфетки. Пачка. Не факт, что были эти. Я, честно говоря, не смогла вспомнить кокеина. Но влажные салфетки супер просто нужная вещь. Теперь о самом бесполезном, что мне кажется. Это такая щетка для расчесывания и гребешок. В ближайший, как минимум, год это точно не понадобится. Особенно щетка, которая напоминает прибор для начесывания замши. Что там расчесывает новорожденному ребенку, у которого в основном только пушок на голове, и то часто, которое выкатывается в ближайшее время, непонятно. Клеенка. В принципе, нужная вещь, мне кажется. Куда-нибудь подстилать. При совмещении с обычными тканевыми пеленками можно заменить всякие одноразовые. Ну и Мэрис подгузники. Кстати, мы до сих пор их не вскрывали. Причем, видите, они расфасованы по пачкам. То есть, в принципе, классно с собой брать. Вот такие вот японские подгузники. Если честно, мы пользуемся обычными, российскими. Потому что, когда мы пробовали переходить на японский еще с первым ребенком, то вот это вот заявленное их свойство от того, что они дышат, оно имеет как бы две стороны. Потому что такое ощущение, что они пропускают влагу, и часть выписанного ребенком, оно как будто испаряется сквозь ткань на наружную сторону. Когда пробуешь попку, такое ощущение, что подгузник протек, и попа влажная. На самом деле, это их постоянное состояние, что ребенок чуть-чуть поприсал, все начинается испарение наружу. Вот. Вместе с воздухом. И такое ощущение, что там постоянно конденсат. Вот с какими-то классическими, российскими подгузниками этого не происходило. То есть, ты пробуешь, ты сразу понимаешь, протек подгузник, или он сухой, или он влажный, потому что там жидкость просочилась. А эти нет, они постоянно как будто чуть-чуть мокрые. Но попробуем именно эти, потому что многие мамочки утверждают, что японские это прям крутость-крутость. Так, ну вроде бы с основным закончили. Что бы я сюда добавила? Пеленки одноразовые, вот такие непромокаемые. То есть, с одной стороны, у которых тканевый слой, ну вот эти обычные, пописочные такие пеленки. Потому что, когда переодеваешь малыша, особенно это с мальчиком актуально, короче, когда у вас сын, то прям новые просторы, горизонты открываются. Когда он писает, то, блин, это вот так вот неконтролируемо происходит. И вокруг может, короче, образоваться одна большая лужа. С девочкой, как-то ты понимаешь, куда это все пойдет. Вот, поэтому как-то с Алисой мы постоянно обходились даже без одноразовых непромокаемых пеленок. А с мальчиками это вообще must-have из must-have. А еще, кстати, в коробке был комплект сосок. Не вот эти, какие-то другие были. Но так как упаковку мы уже выкинули, их достали, я вам конкретно не покажу. Там было в наборе две штучки. Чтобы я еще добавила, это крем какой-нибудь заживляющий, типа бипонтена. Почему? Потому что жива проблема и для мамы, и для ребенка. Всяких трещинок. Это вот первое время, такая нежная кожа, что даже когда он ест, у него может подбородок натереться, у грудь. То есть все вот тут вот красный. Как будто у меня был наждачный лифчик, и он активно через него ел. Соответственно, у меня тоже там раздражение на груди и какой-нибудь бипонтен заживляющий был бы очень в тему. Дальше накладки на соски. Тоже очень нужная вещь. Когда грудь привыкает к тому, что появился ребенок, в общем, могут быть всякие трещины, раздражения, корочки. Потом корочки отваливаются. Из-за использования молока от соса тоже, короче, очень все там супер травматично. И реально больно кормить. Поэтому накладки прям первое время спасают, потому что это такая прослойка между тобой и раздражителем. Во всяком случае, он как-то помогает им быстрее зажить и не терпеть такую супер боль. Так, ну вроде бы я все вам показала. Напишите, чем бы вы дополнили этот комплект. Чего не хватает для приданного новорожденного, а чтобы смело вычеркнули как абсолютно невостребованную вещь. Так что жду вас в комментариях. Всех целую. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok